Бонжур, срочное включение! В ночь со 2 по 3 марта телеканал Gloom показывал новый короткий тизер к 4 сезону, это уже третий в нашем списке. Хоть и все больше 17 секунд контента, но кто сказал, что там ничего нет интересного? И сейчас мы его посмотрим и разберём. А как бонус, в конце этого видео вам расскажу о реальной дате выхода 4 сезона Леди Баг, плюс название той самой первой серии и его синопсис. Вы готовы? Погнали! Открывает тизер Йо-Йо Леди Баг, при открытии которого герои не достаёт талисман, и блин, это реально удобно! И шкатулки иметь рядом не нужно, и зум скачивать не надо. Талисман является Леди Пчелы, или точнее Квин Би, тот что был у Хлои. Если матряси, наши Мари Дэджук передают данный талисман новому владельцу. Кому? А, это уже трудно сказать. Нам показали только руки, тыльную часть головы, руки с предплечьем и в общем персонажа, но без лица. Тай на личности перекочевался в четвёртую стену, уху. И раз уж мы заговорили про новую Квин Би, то и рассмотрим её трансформацию. В отличие от персонажа Хлои, трансформация была полностью переделана. Очень странно, при том, что анимация вроде занимается Би-Кю, хотя, но об этом позже. Трансформация изменена чуть ли не полностью, появились чёрные летающие элементы, которые наносят узоры на жёлтый костюм, что выглядит реально круто. Помимо всего, изменился сам костюм, мягко говоря, он стал выглядеть по-другому. Узоры на костюмы кардинально поменялись. Это что касается внешнего вида. В трейлере мы иногда можем наблюдать за новой героиней от первого лица, что мне напоминает Майрол и его Amazing Spider-Man. Сама личность не установлена, да и не будет установлена. Такие модням и кроссовки нигде ни разу не являлись в сочетании с жёлтыми штанами. Да, но персонажа давно показывали разрешение 2 на 2 пикселя в каком-то блоге. Ну, кроме того, что этот персонаж является новым для вселенной, ничего не известно. И да, она, возможно, не будет одноклассницей Маринет. Что? А как тогда она смогла заработать доверие Леди Баг? А вот это реально трудный вопрос Жака Фреско. Перейдём к остальным деталям. Леди Баг может забирать из шкатулки талисманы при помощи её, что реально модно и молодёжно. Синхронизация между гаджетами? Зачёт. Помимо всего, и апдейт самого костюма Леди Баг. Точнее, новой дополнительной трансформацией, как и Аквабаг и Космобаг. Добавились чёрные элементы на одежде и очень похожи на раскраску из концепт-артов с комбинацией Леди Баг и Квин Ви. Этот момент я разбирал в прошлых видео. Добавился рельеф пупырышки, точнее, как будто изменился материал самого костюма для какого-то предназначения. Я бы сказал, что немножко смахивает на спортивный костюм для гонщиков. Ну вот только не понятно для чего. Была Аква и Космо, но это что? На самом деле в трейлере есть ответ, но он тупой, предупреждает сразу. Ну, логичный. За спиной Леди Баг на миг мы можем разглядеть объект, коль является скутер? И это очень странно. Новый мерчендайз? Так уже есть такой. Данный скутер расскажет по стилистику главной героини. Откуда можно сделать вывод? Либо это супершанс, коль является максимально логичным ответом, либо новый гаджет Леди Баг. Но тогда вопрос, а нафига? Я думаю, вряд ли Леди Баг нуждается в наземном передвижении, если она скачет по крышам быстрее в Формулу-1. Если это является новый прикол Десной фигнюленькой Леди Баг, то костюм типа, кстати, я же сказал, что теория будет тупой. Абсолютно непонятно, зачем он нужен, пусть это останется загадкой. Еще есть детали. Передача Талисмана находится в метро Парижа, что видно по стоп-полосе и рельсам. Видимо, опять Кату Нуару надерут под мышкой, Леди Баг без кота, как без хвоста. Преутся датчикам сценария в GPS искать новых друзей. Что касается графона, он стал лучше, чем в прошлых тизерах. Возможно, эта серия занимается студия Самк. Но этого точно пока сказать нельзя, но надеемся. Это все, что смог разобрать из нового тизера четвертого сезона. Настало перейти к интересной информации. Премьерный эпизод четвертого сезона состоится никогда. Ладно, шучу. Disney Channel Germany подтвердила, что именно они покажут первую серию четвертого сезона 27 марта в 11.05 по московскому времени. И эпизод будет называться Монстер Фу. И да, тизис с Мастером Фу был именно для этой серии. Синопсис. Леди Баг и Кот Нуар встретят того, кого уже знают. Того, с кем сражаться они никогда не рассчитывали. Помните, я говорю про слив драматичной линии Мастера Фу по отношению к конца третьего сезона? А так вот, я был прав. Мастер Фу сомнезем вернется в Париж. Че-то ему не понравится, а коммунизируется, его победят, и он едет. Что и зачем? Я не в доумении. Будем ждать. Ну, интересно то, что хронологически эта серия является не первой, а шестой. Почему нам не покажут первую серию, а перейдут сразу к шестой, загадка. Немецкий язык я не знаю, но на этом канале я попробую максимально быстро перевести данную серию. Так что прошу подписку, дабы вы не пропустили новое видео. На этом мы заканчиваем. Было много информации. Ожидаем 27 марта на моем каналчике с новыми видео и всей новой информацией по вселенной Miraculous Ladybug. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.